Дострой социальных объектов силами города в микрорайоне Восточный начался с досугового центра. О том, как цивилизация входит в микрорайон, наблюдала Елена Козлова. В микрорайоне Восточный наступила оттепель. Здесь после заморозки взятых на себя обязательств застройщикам ООО «Брест» в рамках застройки микрорайона, благодаря городу, все же распахнул двери первый социальный объект в новых домах по адресу «Свободный проезд». Собственно говоря, здесь были просто пустые стены, и чтобы вот это появилось, здесь был произведен ремонт, освещение, отопление, это все выполнял город за счет бюджетных средств. Мы действительно в экстренном порядке из резервного фонда, из городских резервов выделили средства. Здесь вопрос на деньгах, мы бы нашли бы эти деньги, какие они не были бы, потому что это очень важно и нужно для города. Когда решали, с какого объекта начать дострой своими силами, выяснилось, что больше всего здесь ждут возвращения досугового центра в микрорайон. Именно возвращения, ибо досуговому центру Восточной ни много ни мало 13 лет. Сначала он размещался в здании детского сада, затем, когда строительная фирма «Брест» в рамках все того же договора застройки территории начал строительство пристройки к детскому саду, досуговый центр переселился в здание школы номер один, а затем в жилой дом по адресу проеша Донсан. В итоге ансамблю русской песни «Дубравушка» возвращение в родные пенаты пришлось ждать более шести лет. Вы рады, что вернулись? Очень, очень рады. А что дает вам вашу встречу? Настроение. Это вообще удовольствие тянет, настроение. Что забыли, мы вспомним обязательно разговоры, и потом душевное вот это настроение передается нашим песням. Поскольку центр досуга – это семейный центр, то рассчитан он на все возрастные группы. Уже за первые две недели в центр записались 187 человек. Как ты любишь отдыхать? Танцевать, петь. Я люблю рисовать, петь и танцевать. Я думаю, что главное, чтобы здесь нравилось детям. А вообще это надо, это же не школа, да? То есть ты не выйдешь отсюда великим художником. Вот тогда для чего? Ну, все равно это помогает, это стимулирует. Когда дети лепят, это же мелкая моторика, и развивается у них и речь, и интеллект. Это большой плюс. Это не школа, как вы говорите, но это большая подмога к школе. Режим работы с 10 утра до 8 вечера, с понедельника по субботу. Первыми на занятия будут приходить самые маленькие. Группа раннего развития ребенка принимает на занятия с полутора годовалого возраста, сообщила директор досугового центра Ангелина Бажинова. Вот эти два кабинета, они у нас будут предметными. Здесь будет творческая мастерская, а вот этот вот кабинет, он у нас будет предметный. Английский язык, изобразительное искусство, подготовка к школе, ну, то есть будет так все оборудовано. А здесь хореография, раннее развитие. Это такой зал многофункциональный, у нас будут здесь проходить концерты и семинары, и конференции. В общем, такой вот многофункциональный зал. Кружок изобразительного искусства, клуб рукоделия, шахматный клуб, клуб русского языка, культуры и традиций. Сюда же из-за более просторного помещения переедет и театральный кружок. И я говорю переедет, потому что в связи с возвращением досугового центра Восточный в родной микрорайон, центр на проезде Шудунца также продолжит свою работу. Так как за последние три года оказалось, что хорошо организованный досуг востребован и здесь. Сегодня в центре на Шудунца занимаются 241 человек. Теперь мы работаем с двойной силой на двух объектах. И на всю эту армию 12 педагогов. Нет, простите, 14. Молодая семья хореографов Елизавета и Георгий Кобисовы создал на базе досугового центра Восточный новую хореографическую студию «Импульс». И импульс, потому что сами мы по себе люди энергичные и не знаем, где какой посыл найти каждый раз. И до чего-то нам импульс нас наталкивает постоянно к этому. Импульс – это также движение вперед, поэтому мы все время будем двигаться вперед. Пытаться. А вот помощник благочинного Химкинского округа протеерей Дмитрий Григорянц, как раз пожелал, чтобы в центре всегда было тесно. Хотел бы пожелать тесноты. Чтобы детей было много, чтобы сюда все приходили, но в то же время вспомнить русскую поговорку «в тесноте» да не в обиде, чтобы обид здесь тоже не было. Собственно, в этот день все так и было. Справа танцевали, слева пели, а в центре вручали подарки самым преданным посетителям центра. А в углу уже рисовали новый микрорайон «Восточный». А чего бы вам еще в микрорайоне вашем хотелось бы? К нам. К красоту. Ты бы еще сюда что-то рисовал? Да, я не знаю, площадку какую-нибудь. Тебе какую? Спортивную? Да. Или детскую? Спортивную. Глава города Евгений Смышляев с удовольствием присоединился к детям. Нам нравится рисовать детку. Микрорайон «Восточный» я имею в виду. Нравится рисовать? Нравится. Это не так легко, как хотелось бы, а так нравится. Это наша большая мечта и большая, на самом деле, забота и проблема, которые есть в нашем городе. И я уверен, что вместе с жителями, вместе со всеми городскими службами мы будем двигаться вперед и развивать этот микрорайон. Я правильно поняла, что на этой картине еще обязательно что-нибудь появится? Ну, мы еще надеемся, что здесь появится и пристройка к детскому саду, и хороший медицинский центр, и спортивная площадка. Я думаю, что все-таки в этом микрорайоне он должен сложиться вопрос во времени, когда это случится. Мы все хотим, чтобы это случилось побыстрее. Ну что ж, очень правильное желание для главы города, достойное джентльменского набора. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня». Спасибо. Спасибо.